друзья к нам недавно приехали новинки от компании депс всемирно известный три из них вот у меня лежат на столе начну с такой веселый лягушки приманка это силиконовая относится к классу поверхностных приманок тупо утром так называемых сделана она на в сетном крючке причем так сделано интересно у нее в передней части вот здесь шарнирное соединение то есть за счет вот этих вот лапок приманка движется во всех направлениях и так и так я думаю что она обязательно окажется у меня в коробке я хочу в этом сезоне поехать казахстан ловить змееголова но кроме змееголова я думаю что и щука не пропустит эту приманку для змееголова змееголова мне кажется это была бы очень интересная штучка поэтому пару этих приманок прихвачу с собой в свои экспедиции змееголов в узбекистане змееголов на дальнем востоке увидит это уже в этом сезоне но возможно и вы встретитесь и с этими лягушками со змееголовом тоже в июне я отправлюсь ловить эту рыбу на дальний восток и вот прихвачу с собой однозначно пару таких лягушечек лягушка новая называется бастер к то есть на окончании этого слова из буковка к сделано очень интересно это силиконовое тело поперный какой-то вот такой вариант ее мордочки мощный двойник есть специальная огрузка в нижней части есть еще специальный шарик который добавляет дальности заброса при забросе смещаясь хвостовую часть есть две лапки которые сделаны из меха кролика меха кролика друзья и в общем все это выглядит очень соблазнительно конечно на нее можно попробовать половичоку но я уверен она будет здорово резать этот тонкий податливый материал в принципе для эстетов для перфекционистов можно и попробовать почему нет но ребята которые живут на дальнем востоке наверняка по достоинству оценят эту модель ребята которые занимаются ловли змееголова в казахстане и узбекистане наверняка оценят эту модель то есть я считаю что такие целенаправленные узко специализированные вещи все же стоит возить для ловли той рыбы для которой они собственно и предназначены змееголов до встречи в июле следующий у нас есть такой вот небольшой шедик называется он его кшет судя по лопате заглубление у него где-то порядка но может быть двух там двух с половиной метров наверно все будет зависеть еще и от плетенки на которые на которую будет вестись ловля вот воблер этот беззвучный практически там один шар который представляет все магнитную систему заброса приманка включенные с боков лопата достаточно длинные широкая что придаст приманки достаточно такую агрессивную игру я думаю что он тоже будет моей коробке попробую применять может где-то по садаку может быть где-то половить головля на глубоких перекатах мне вообще нравится воблеры класса шерк нравится они мне тем что с одной стороны это и не минова и не крэнк как мы все понимаем это что-то среднее между минов и крэнками но вот этим они цены цены то шеды как раз тем что мы при желании можем вести их совершенно разными способами мы можем их проводить рывковой проводкой там с подыгровкой твичингом можем равномерной привык проводкой можем с паузами можем без полу вот воблеры шеда как раз и позволяют нам разнообразить их у подачу то есть разнообразить нашу проводку во время рыбалки воблер воблер класса шед модель называется здесь есть упаковочка эвак шед такой классический вариант стритфишевого воблера например для волгограда длиной 55 миллиметров и вес его составляет 7,8 грамм есть система дальнего заброса она реализована в виде шарика который расположен внутри специальной канавки есть магнит который удерживает этот шарик и при забросе он убегает заднюю часть воблера есть лопатка и я так предполагаю рабочая глубина должна составлять в районе двух метров это тот самый случай когда нам приходится ловить в городе рыба может совершенно разное попасться на крючок это может быть и окунь это может быть судак и конечно же головлик ловим во смешанном стиле это может быть в летние какие-то скажем так теплые денечки power cranking когда мы делаем очень резкую агрессивную проводку практически без пауз это может быть какие-то варианты более спокойной проводки с паузами если это вечернее время и нашей целью является судачок или головлик в общем здесь есть над чем поработать видно что потенциал приманки есть и самое главное есть стопроцентное попадание в размер типаж это интересный вариант для тех кто практикует стритфишинг для того чтобы ознакомиться с ним поближе надеюсь некоторое количество головлей и судачков в Волгограде я знакомый с этой моделью в этом сезоне последний что хотелось показать это депс болезонг не удивляйтесь то что я причисляю так новинкам новинка это именно цвет как известно у компании депс было мало ярких лимонных цветов таких вот еще 06 цвет сняли с производства всем многими любимыми и в прошлом году компания spinning line вместе с компанией депс сделали вот новый лимонный цвет я ну буду нескромен я скажу что я причастен именно к этому цвету к созданию этого цвета естественно эта приманка будет в моем арсенале я уверен что она будет ловить рыбу не хуже чем другие его собрать вот чем он примечателен тем что вот мы сейчас имеем такой кислотник но при желании мы можем спиртовым маркером нанести какие-то полосочки из этого воблера у нас получится самый настоящий цвет который имеет название маттайгер ну в принципе хорошо это или плохо я сейчас не об этом я сейчас о том что вот данный цвет позволяет нам еще и экспериментировать а так в принципе я думаю он и без этого будет работать очень даже неплохо у меня сейчас нет цели рассказывать как работают эти воблера да и я думаю что это и не нужно потому что многие из нас из вас знают как это все происходит но я хочу вам показать чтобы вы имели ввиду что у компании депс воблеров болезонт минова 100 миллиметров появились новые цвета депс воблеров болезонт минова 100 миллиметров